Девушки-модели Любовь Молоткову. Ну а начнем, пожалуй, с показа. Девушки-модели Самое доброе утро, Любовь. Здравствуйте. Ну, расскажите, что за коллекция была показана только что? У меня коллекция весна-лето этого сезона 2014 года. Называется она «Будущность и надежда». Посвящена она сильной, уверенной в себе, красивой женщине, для которой помимо силы важными составляющими являются духовность, чистота, доброта, женственность, которая всегда будет в тренде. Потому что независимо от ее силы, женственность – это самое основное. Те истины, которые цены в женщине. Я хочу просто резюмировать отличия обывателя. Меня как зрителя, я видел только что, вот этот показ, да, это дефиле. Я оцениваю внешнюю составляющую и очень мало думаю о глубинной. А вот сейчас, когда Любовь сказала обо всем, обо всей этой эпитете женственности, это совершенство женской натуры, я аж так растрогался, честно. Прямо за несколько секунд буквально. А это как раз-таки к вопросу о том, что мы знаем, что на вашем сайте написан девиз, да, о том, что одежда умеет говорить. Да, моя любимая фраза Шерлока Холмса, что вещи могут сказать о человеке значительно больше, чем человек о вещах. В принципе, на самом деле, девиз – одежда, она всегда проявляет внутреннее содержание человека, я убеждена. То есть как раз эта коллекция говорит о том, что девушка женственна, нежна и так далее, несмотря на ее внешнюю силу. Конечно, конечно. Скажи мне, что ты носишь, и я скажу, кто ты, да, вероятно? Да, именно так. А что еще может рассказать одежда? Одежда может сказать об уверенности или неуверенности, показать слабые фланги человека, человеческого характера. Может, наоборот, сказать о сильных сторонах. Вообще, модельер – он тонкий психолог. Он должен чувствовать и понимать, что нужно непосредственно людям, потребителям и, соответственно, непосредственно клиентам. Через внешний вид, через одежду модельер может продать, ну, что мы называем, продать себя любому другому человеку. Он может одеться так и выразить одеждой то, те эмоции, да, которые нужно получить от человека. Я правильно понимаю? Да, да, да. Вот это супер, представляешь, уметь так. На любое собеседование в Кремль приходишь, и только одежда, и только одежда, а тебе все сказала, тебе ни одного вопроса не задали, и вы приняты. На самом деле есть такие моменты. Одежда, она – визитная карточка. Ну, встречают по одежке, провожают по уму. А какие детали гардероба особенно характерны могут быть? Ну, какой характер могут передавать? Ну, во-первых, розовый цвет. Да, это цвет мечтательных девушек. Наташа. Те, которые внутри хранят, оберегают свой внутренний такой тонкий, ранимый, очень романтичный, женственный мир, полный сказок. Что ни говорите, это все равно так и есть. Они, может быть, внешне ведут себя часто по-другому, но внутри, внутренний мир, он именно такой. А если мужчина носит розовый цвет, это аналогично? Это, говорит, ну, сейчас это в тренде. Розовый цвет модный, нежно-розовый, яркий розовый, но, безусловно, вообще одежда часто бывает, это как камуфляж. То есть люди одеждой патируют, пытаются компенсировать свои какие-то, может быть, комплексы, может быть, еще что-то. Это если глубоко копаться в психологию. На самом деле, розовую рубашку носят уверенные мужчины. Это безусловно. Ну да, не каждый согласится. Не каждый согласится, не каждый сможет преподнести розовый цвет без всяких, ну, неадекватных таких особенных нюансов. Мы приближаемся к лету, буквально уже через месяц, я думаю, каждый второй будет у нас ходить в летних брюках, в футболках, рубашках. Расскажите нам, что рекомендуется одевать в этом летнем сезоне? В этом летнем сезоне до сих пор популярны длинные брюки, брюки, да, длинные брюки, широкие брюки, юбки в пол, безусловно, платье. Они так и не уходят, да? Они так и не уходят, потому что это женственно. Женственность, она всегда в моде, вне тренда, и это все равно остается. Хочу сказать, что интересным очень моментом являются юбки из тканей с принтами, картинами-полотнами. Интересно. Юбки, ого. Юбки, юбки, какие-то картины. Нет, не юбки, даже короткие уже, короткие в основном юбки. А в основном какие принты, картины? Что там, натюрморт? Нет, это исторические, старинные полотна, византийские даже полотна. Представляешь, на юбке панорама Бородино. Любовь, а как вы сами относитесь к своему гардеробу? То есть это всегда писк моды или это ваш индивидуальный стиль? Нет, я приверженца того, что стиль – это проявление индивидуальности на самом деле. Сезоны не зависят. Мода – это популяризация того, что я не хуже всех. Вот модные вещи, они могут быть в гардеробе всего на один сезон, 2-3, ну, 4 штуки. Это все зависит от каждого человека. И они, наверное, малоговорящие как раз-таки, да? Наоборот, они многоговорящие, говорящие, они яркие. То есть самые трендовые. А личности от человека? А личности – да, да. Потому что я считаю, что должен быть оптимальный гардероб у каждого. То, что говорит о его характере, о его сущности. На основе чего можно вот как раз трендовые вещи внести и побольше о себе рассказать. И сказать, что я на пике, я современный, я вперед иду, я не отстаю, я живу, наслаждаюсь жизнью. Вот. Поэтому в моем гардеробе все, в принципе, спланировано четко. Любовь, а где можно увидеть ваши коллекции? Вы порекомендуете, может быть, куда-то сходите, посмотрите? Ну, расписание постоянно меняется. Вот недавно я получила приглашение на детский конкурс «Мисс Ярославль», «Мини-Мисс Ярославль», которая потом будет и на «Мини-Мисс Россию» и дальше идти. Вот там я буду показывать свою коллекцию. То есть в качестве, не в качестве конкурсанта к вашей девушке будут ходить, а в качестве неких таких развлекательных историй, да? Показать класс. Образцов, наверное. К чему стремиться юным моделям? Кстати, сегодня день рождения у знаменитого Жан-Поля Готье, который, как один из немногих модельеров, этому не учился. Скажите, а вы где-то учились мастерству своему? Вот на самом деле я с ним чем-то родна, потому что я шлю с 13 лет. Можно сказать, что я самородок, люблю это вот. Ну, с 13 лет этим занимаюсь. А вы не из Франции? Нет, я не из Франции. Ну, возможно, есть какие-то коллеги? Я, Крина Ярославна. Но в процессе потом моей жизни творческой я обучилась у Вячеслава Зайцева в лаборатории моды, да. Учусь в высшей школе стилистики, то есть, в принципе... То есть оттачиваете? Оттачиваю, конечно, но опыт просто глобальный, и это... А вот, например, у Вячеслава Зайцева вы отучились, у вас есть сертификат или диплом, да? Да, да. Это все серьезно, действительно? Да. То есть вы говорите, я действительно профессиональный модельер? Я прошла обучение по курсу дизайн одежды, да. Отлично. Ну, и последний вопрос на сегодня. Скажите, вот ваша коллекция, она выполнена в трендовых цветах этого лета? Обязательно. Это трендовые оттенки. Хочу сказать, мятный зеленый, серебристый, цвета масла, так скажем, нежно-желтый. У меня чуть-чуть пастельная гамма. В трендах есть и более насыщенные оттенки вот этих цветов. Еще яркие розовые фуксии, они тоже очень в тренде, притом даже в мужской одежде. Фуксия тоже преобладает. Поэтому можете взять на заметку, эти цвета, они актуальны очень-очень. Теперь наше лето точно будет модным. Да, согласен полностью. Генеральный спонсор программы «Самое доброе утро» – чай Дольче Вита. От него и от нас примите, пожалуйста, этот небольшой сувенир, пейте чай, радуйте нас своими новыми коллекциями. Сегодня у нас в гостях была Любовь Молоткова, и мы узнали о том, что Ярославль и Ярославный не отстают от тенденций современной моды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!